Луиза Тимирбаева в акушерском деле 35 лет. Каждый день она помогает появиться на свет как минимум одному человеку. После того, как женщина приняла тысячные роды, вести подсчет своих пациентов перестала. Однако все еще продолжает восхищаться чудом рождения. До сих пор волнительно, за каждого ребенка переживаешь. Но полюбила я профессию с первого раза. Посмотрела, как ребенок рождается, и вот поняла, это мою. И вот с тех пор я в акушерстве. Каждая девочка, которая рожает, это мне как дочь. Я уже очень взрослая, я, наверное, самая взрослая осталась среди акушеров, которые роды принимают. И вот они мне как бы то мои дети. И каждый ребенок, это да, это какое-то, я даже не могу сказать какое-то чувство, когда новая жизнь приходит. Это каждый ребенок, это как ангел небесный. У акушеров есть и вторая негласная специальность, считает Луиза Тимирбаева. Каждый, кто принимает роды, должен быть еще и психологом. Важно подбодрить пациента. Иногда ласково, иногда немного строго. Каждому применяют индивидуальный подход. Но бывает и так, что беременные сами удивляют врачей нестандартными методами. Первого мая у меня женщина рожала, она танцевала под музыку. Вот она видела в интернете, как... И вот она говорит, можно я тоже буду делать это? Ну, если тебе это успокаивает, пожалуйста, пой, танцуй, слушай музыку, что хочешь, что делай. Вот она музыку включала и танцевала во время схваток, во время сильных болей. И она говорила, что на самом деле это ей помогло и было легче. Есть у акушеров свои суеверия. Например, что роды будут проходить легче, если пациентка распустит волосы. А еще Луиза Тимирбаева подметила интересный факт. Нефтекамки, которые родили относительно легко, говорят, что скоро вернутся за следующим ребенком. Но поступают в палату лишь через несколько лет. А женщины, которые утверждают, что больше никогда не придут рожать, потому что это страшно, встают на учет по беременности уже через год-полтора. Если бы люди не могли забывать о боли, земля давно бы опустела, уверена Акушер. И с этим трудно не согласиться. Работы у них достаточно, медик отмечает. Сейчас ее, можно сказать, стало еще больше. Набирает популярность партнерские роды. Врач шутит. Ответственность теперь приходится нести сразу за троих человек. Малыша, маму и папу. Вокмарк у меня упал, когда я еще только-только начала работать. Это еще было в Омске. Первый раз я видела мужчину, который пришел рожать вместе с женщиной. Но больше мы его откачивали, чем женщину. А сейчас нет. Сейчас мужчины стали, наверное, крепче. Потому что интернет, они же это все смотрят. Нет, не мешает. Вот первые, которые приходили, как-то мешали еще. Они боялись, и женщины как-то скиснялись. А сейчас они в определенный момент рядом с женами, а в определенный момент они просто к жене лицом поворачиваются. Бок-обок с опытными медиками работают и новички. Элиза Хатипова в больнице всего год. Она следит за здоровьем женщин, которые в ближайшие дни и часы станут мамами. За ними девушка наблюдает 24 часа в сутки. Начинается с того, что у нас доктора делают обход. Потом мы проверяем истории. Делаем назначение врачей. Снимаем КТГ. И поэтому, получается, целый день у нас потихоньку поступает народ. Много в день принимаете? Ну, у нас сегодня поступило, получается, шестеро человек. Так-то нормально. Ее работа не менее ответственная. Важно окружить заботой каждую пациентку, чтобы женщина не волновалась перед родами. Элиза любит общаться с людьми и всегда готова прийти им на помощь. Например, когда мы их помогаем готовить на кейсеровое сечение, не на операцию, мы ее успокаиваем, что все нормально, все хорошо, нечего переживать и так далее. У нас все доктора специалисты, квалифицированные. За 18 недель 2024 года в Несекамском роддоме появились на свет 272 малыша, 145 мальчиков и 127 девочек. Наш город остается единственным в республике муниципалитетом с положительным и естественным приростом.